Уважаемые телезрители, добрый вечер! Сегодня пятница, я Анатолий Голя, завершается неделя праздного дня Европы, которая в этом году по известным причинам прошла в режиме онлайн. О том, как это прошло, о двусторонних отношениях Молдовы с другими странами, о европейской интеграции, но и о пандемии коронавируса, мы поговорим сегодня с послами трех стран Европейского Союза. Это посол Литвы Кастусис Кудзаманас, добрый вечер! Посол Латвии Улдис Микутс, добрый вечер! И посол Польши Бартоломей Сданюк. Добрый вечер, господин посол! Я благодарю вас, что вы приняли наше приглашение в таком формате побеседовать. Для Молдовы очень интересен опыт, мы поговорим об опыте ваших стран. Ну, начнем вот с празднования дня Европы. Как вы расцениваете, насколько это было необычным, те мероприятия, которые были проведены в режиме онлайн в этом году, как ваши страны, ваши посольства участвовали в этом? Пожалуйста. Спасибо. Действительно, этот год необычный для всех нас, не только для Молдовы, не только для Европы, для всего мира необычный год. Новые вызовы, с которыми, мы думаем, неплохо справились многие из наших стран. И то, что, значит, новые формы онлайн-дискусшн, онлайн-презентации отработались, онлайн-конференции послов Евросоюза со столицами, министры на онлайн-режиме. Действительно, современные технологии нам разрешают быстро переходить в новый формат. И то, что мы сейчас делаем, видят и жители Молдовы, я могу сказать, что и такое выступление, как сегодня, у нас с коллегами уже было до этого несколько выступлений. Мы обращаемся напрямую к жителям Молдовы, к гражданам Молдовы, объясняем, что такое Европа для нас, что такое Европа может быть для них. Выбори наши страны, как мы выбрали путь евроинтеграции, как мы стали членами Европы. Мы празднуем этот день у себя в Литве, мы показываем, как мы празднуем. И для Молдовы, скажем, сегодня тоже мы будем показывать по телевидению литовский фильм «Чудо», «Мерикл», «Чудо». Это тоже часть программы, другие страны тоже представляют свои какие-то художественные произведения. То есть каждый по-разному, но все вместе. И вы? Так и есть. Конечно, ситуация немножко необычная, но в то же время отдает и свои, скажем так, пользы. Действительно, этот месяц, май, у нас достаточно активные, разные онлайн-мероприятия, мероприятия, фильмы, культура, интервью по телевидению. Так что мы можем достичь, скажем так, много людей рассказать о Европе, о наших странах. И это действительно хорошая добавленная стоимость. Конечно, то, чего не хватает, обычно на европейский день у нас несколько мероприятий, где мы встречаем людей, скажем, в центрах городов, обычно в Кищеневе очень большое мероприятие по дню Европы. Но мне кажется, что если смотреть на будущее, то самое эффективное, наверное, это и встречать людей, скажем, и в городах, и в селах. И, конечно же, в то же время использовать другие возможности, дигитальные возможности, так, чтобы наша, скажем так, беседа была более такой объемной и эффективной. Мне кажется, что то, что самое важное и что очень радует, это то, что несмотря на вид, в котором мы передаем месседж про наших странах, то все-таки у граждан Республики Молдова есть все время большой интерес к этому, что хочем показать. Есть интерес, как живется в странах Евросоюза, что это означает Евросоюз, какие изменения принялся Евросоюз. Эти вопросы, они очень часто повторяются. И явка тех, результаты явки тех, которые смотрели разные программы, то ли фильмы, то ли прекрасный, великолепный концерт в прошлую субботу, они показывают, что вот этот интерес у людей существует, что люди хотят быть частей Европы, что они к Европе стремятся. И это, думаю, самое важное, потому что Евросоюз, это ни в коем случае не только какая-то структура, создана лишь какой-то элитой, которую строит только элита. Нет, Евросоюз, это, конечно, и элита, но и мы все. Но и мы все. Мы все строим Евросоюз, мы все строим Европу, мы все являемся частью этой Европы и на работе, и дома, и в семьях, просто строя всякого рода отношения между нами, зная то, что происходит в других странах, выучая другие языки и так далее. Поэтому, конечно, было неожиданно, было странно, было, может быть, не так, как мы думали, но оказывается, что из этого положения мы смогли найти какую-то пользу. Ну вот, этот опыт уникальный. Нам с этим опытом, по всей видимости, придется жить еще, потому что вирус никуда еще не делся, хотя разные страны по-разному принимают меры, снимают ограничения. Но вот это виртуальное пространство, это и новые возможности, или это все-таки отрицательно сказывается на поездках, на налаживании контактов? Потому что, вы сказали, очень много людей интересуется, смотрели концерт прекрасно организованный, но в то же время, я вспоминаю в прошлые годы, когда был непосредственный контакт у палаток каждой страны, в парке и так далее. Вот что мы должны извлечь, какой урок должны извлечь из этого опыта? Кажется, урок очень простой. То есть, надо делать то, что возможно в данном моменте. В данном моменте мы не смогли сделать по-другому. К сожалению, не смогли встретиться в палатках, не смогли поехать съездить по разных городах республики Молбава, поэтому и так сделали. Хорошо, что получилось неплохо, получилось даже очень красиво. Ну, конечно, я думаю, что мы все согласны, что с одной стороны, конечно, надо развивать всякого рода новые возможности коммуникации, однако все-таки нам нуждаемся в личном контакте с людьми, и, конечно, уже к концу этой пандемии дождаться не можем. Все дождаться не можем. Конечно, если могу добавить, дигитальные возможности все-таки дают действительно свою пользу. Я могу просто упомянуть пример, ну, скажем, и наше правительство уже два месяца, как работает в онлайн-режиме, и работает хорошо, и делает очень успешную коммуникацию с нейронами. То есть это дает и свои, действительно, свои пользы, и свои возможности. И после этого, да? И сильно бороться в том, что, очень Шули сказал, и в нашем контексте мы видим, что и наш парламент, и правительство, как бы даже стали ближе, ближе к обществу, потому что мы постоянно можем видеть трансляции. Трансляции. То есть мы постоянно в онлайн-режиме, и люди привыкли уже к этому. Мы постоянно видим, даже мы, будучи здесь, в Молдове, каждый день смотрим выступления президента, онлайн-трансляции заседаний парламента, онлайн-трансляции заседаний правительства. И как бы даже, я бы сказал, что общество сплотилось под этой общей угрозой. Может быть, конечно, есть много негативных факторов, но то, что общество очень быстро владеет новыми технологиями, это будет на будущее тоже будет в пользу. Да, это будет большой опыт. Многие, думаю, решат отказаться от содержания офисов, работать вот в таком режиме, потому что это оказывается достаточно эффективным. И проводится, в том числе, вы сказали, в том числе и заседания, и саммиты проводятся уже. И я в этом контексте хотел вас спросить, приближается саммит Восточного партнерства, который, по всей видимости, также будет проходить онлайн. Как вы видите развитие Восточного партнерства? Какие возможности предоставляет этот проект? Тем более, что и Польша, и Литва когда-то, я помню, в 2009 году очень активно были инициаторами этого Восточного партнерства. Раз упомянули Польшу и Литву, я наберусь смелости покорить действительно Польшу, что и Литва, и Польша, и другие страны Евросоюза, и особенно эти страны, которые мы сейчас представляем, являются энтузиастами Восточного партнерства. Мы должны быть откровенны, мы видим, что нет какая-то усталость от Восточного партнерства чувствуется в Европе, в странах этих самых Восточного партнерства. Какие-то нужны новые мотивирующие факторы. Но очень важно, что эти мотивирующие факторы выдвигали сами страны, особенно страны, которые подписали СССР. Мы от вас ждем инициатив. Мы предлагаем, Европа предлагает для стран Восточного партнерства, особенно для тройки Грузии, Молдовы, Украины. Для этой тройки мы предлагаем очень многие хорошие инструменты для ускорения вашего развития, для внедрения реформ. И мы надеемся, что именно с вашей стороны будут какие-то новые изведения желания об ускорении интеграции. Вот действительно то, что мы проходили, все наши страны проходили это синхронно, параллельно. Мы готовы с вами поделиться нашим опытом, потому что наш свежий опыт, он релевант для Молдовы. И мы это делаем. Есть прекрасный инструмент Евросоюза, миссия советников высокого уровня. Кстати, в этой миссии очень много литовцев работало. Инструмент близнецов. Опять же, Литва более 10 проектов внедрила и даже продолжает внедрять по программе близнецов. Литовские институции для молдавской институции. Имеем очень много двухсторонних проектов. Больше 130 наше посольство внедрило. На двусторонней основе. И очень важно сказать, когда мы говорим о европейской интеграции, что воля должна исходить от вас. Потому что действительно Европа все предлагает. И экспертную помощь, и макрофинансовую огромную помощь. И на двусторонних этих самых началах все наши страны предлагают разного вида помощи. Том числе гуманитарную на фоне ковид-эпидемии. То есть мы готовы ускорить ваш процесс. Вы должны только желать принять эту помощь. С нашей стороны, со стороны Латвии, даже если мы не были основательными, мы, конечно, поддерживаем эту платформу и видим, в принципе, это как долгосрочную стратегию с амбициозными целями. То есть, опять, мы поддерживаем и дифференциацию стран при необходимости, то есть имея в виду и интересы, и приоритеты конкретных стран. И, конечно, то же самое мы поддерживаем и амбиции евроинтеграции, если такая воля рассказана. Если, конечно, и есть определенный и хороший прогресс в реформах, то есть мы хотим видеть восточное партнерство и в дальнейшем как амбициозную платформу содействия со всеми шести странами. Я думаю, что мы тут втроем нашлись не случайно. То есть мы представляем страны, у которых есть очень много схожеств, особенно в новейшем прошлом. Может быть, даже еще больше у бальтийских стран, которые являлись частью Советского Союза, как и Республика Молдов. И думаю, что сейчас, спустя уже трех десятилетий, с момента развала Советского Союза, с момента, когда мы добились обратно нашей независимости, мы уже можем сказать, что европейская интеграция, Евросоюз, это, как бы сказать, средство, которое помогает в данном процессе. Но, внимание, мы все время остаемся теми, от которых зависит скорость и направление этого процесса. То есть это нам может помочь, но если мы сами не сделаем наши домашние работы, тогда вряд ли можем думать, что что-нибудь изменится. Потому что Евросоюз – это никакой, скажем, чудотворец, который просто приходит или даже, скажем, открывает кран с деньгами, и все меняется. Можно бы открыть очень много кранов с деньгами, но это не поменяет, скажем, ситуацию, если мы сами не будем внедрять реформ, которые будут создавать, во-первых, привлекательную страну для экономики, для бизнеса, для инвесторов, чтобы, в принципе, были такие, скажем, предсказуемыми, равными для всех. И тогда, на самом деле, страна становится более привлекательной, во-первых, для самых своих граждан, во-вторых, конечно, и для других, для инвесторов, партнеров с других стран, с других континентов даже. И Евросоюз к этому как бы способствует. И мы через этот путь прошли. Путь с момента, когда надо было все построить с нуля. Надо было государству или вообще построить, то есть создать новое государство после определенного периода, или создать это государство по совсем другому облику, чем это было до этого момента. Что я хочу подчеркнуть? Государство, это не означает только, что поставим флаг, поставим герб, поставим там что еще, и скажем, что это государство. Да. Еще надо, чтобы это было государство, которое на самом деле как бы и работает. И государство, с которым население вот этого государства как бы считает, что это на самом деле его государство. Что они вместе что-то делают. И это непросто. А вы видите, господа дипломаты, вы видите со стороны Кишинева открытость или, как вы сказали, желание принять вот эту протянутую руку сейчас. Я знаю, что в прошлом году приезжал и министр иностранных дел Литвы в Кишинев, и министр иностранных дел Латвии, и с министром иностранных дел Польши. Были тесные контакты. Сейчас опять же господин Цуля общался с министрами, так как он новый министр. Была онлайн конференция президента Молдовы с президентом Литвы. Общались. Вот как идет сейчас вот этот процесс после смены правительства, после вот этого кризиса, который сейчас затронул все наши страны, и мы об этом тоже поговорим. Как развивается? Действительно, то, что спросили нас, наши министры, наши президенты, соответственно, спрашивают уже ваших представителей, вашей страны. Нам очень интересно понять, к чему вы стремитесь. Конечно, основной вектор, основной вектор евроинтеграции, но нам тоже надо понять, почему есть отставание от графика в внедрении реформ. Это отставание уже накопилось за последние 3-4 года. То есть мы максимально предлагаем, и мы хотим понять, где что-то вам не хватает, или экспертной помощи какой-то не хватает, или еще чего-то не хватает. Чтобы мы могли вам понять, мы должны очень ясно понимать, где есть какие-то или недостатки, скажем, или что вам мешает. Чего не хватает. Да, чего не хватает. Потому что отставание от графика, это не мои слова, это постоянно напоминает Молдовию и Верокомиссию, постоянно напоминает гражданское общество даже ваше. Кстати, гражданское общество должно быть, я думаю, что еще смелее, сильнее, потому что в наших странах именно гражданское общество сыграло огромную роль в модернизации нашей страны. То есть в ускоренном развитии такое. То есть мы должны были изменить даже, как бы сказать, сознание, менталитет всего народа. Потому что, ну, то есть штамп... Конечно, мы были другие. И Латвия, и Литва, особенно Польша, мы были другие. Мы чувствуем, что мы оккупированы, и этот процесс советсизации, он не пробивал насквозь нас. У нас была сильная резистенция, она осталась, она помогла восстановить наши страны. И, то есть, у нас сразу же весь народ определился, нам, скажем, в 78% было за евроинтеграцию. И вот это такое общее стремление, чтобы явный вектор был, мы ожидаем и от Молдови, чтобы было более ясное проявление вектора евроинтеграции, чтобы не было отставания, чтобы ускорить обязательные реформы. Реформы тоже не приняли для правительства, не для госслужащих. Реформы – это для народа. И не для Европейского Союза. Да, это и для вас. Мы готовы вам помочь. То есть мы знаем, как мы сами проходили, что у нас было плохо, и мы, главное, не скрывали, что у нас было плохо. Мы шли в Брюссель и сказали, вот нам здесь вот что-то не получается, вот, скажем, помогите. Или здесь мы очень сильны, нам здесь не надо, мы это же пройдем сами быстро. Вы знаете, статус ассоциированной страны Евросоюза – это очень-очень, это значит очень-очень тесное сотрудничество между Евросоюзом и Молдовой. И это, конечно, значит и очень ощутимую помощь финансовую, техническую. Это значит и доступ к общему рынку и так далее. Но, конечно, есть определенная необходимость делать домашнюю работу и делать это, ну, таким хорошим путем, так, чтобы эти отношения, эта поддержка тоже могла и дальше осуществляться. Домашние задания выполнить? Выполнять надо. И, конечно, выполняем их все, все, то есть те, которые уже стали членами Европейского Союза и страны Восточного партнерства. Знаю, что вот некоторые из них мечтают, думают об этом, чтобы стать членами Евросоюза. Вы вот задали вопрос про контактах. Они, конечно, есть. Они, конечно, есть, хотя сейчас пандемия, но все-таки контакты есть, то ли по телефону, то есть, то ли другими современными видами коммуникации. Но, как уже было сказано, надо идти вперед. А чтобы идти вперед, надо, во-первых, знать, куда мы хотим идти. И это очень важно. И тут, я думаю, надо, чтобы люди определились. Но, внимание, что это значит определились? Во-первых, давайте будем беседовать откровенно. Какие есть варианты, какие есть возможности, и тогда будет какое-то решение. Хочу тоже подчеркнуть, что вектор евроинтеграции никак не означает потери какой-то, скажем, нашей идентичности, какой-то нашей личности. Да и у нас были вопросы, когда в 2004-м входили все вместе в Евросоюз, были вопросы. А как это будет? Будем ли мы дальше, как бы, поляками или другими, или нам надо будет от чего-то отказаться? И оказались, что нет. Нет, что Евросоюз нас ослабил. Да, наоборот. Он нас укрепил. Как страны, как народы, как нации, может быть, даже. Конечно, есть разного рода дискуссии в рамках Евросоюза. Бывают и разногласия. Но это все происходит, скажем, в рамках одной структуры. И это, скажем, даже если и разногласия есть, это хорошо. Это значит, что вот это пространство свободных народов, у которых есть возможность высказать свое мнение. Поэтому, мне кажется, вот отвечая на ваш вопрос, что иногда, может быть, еще неизвестно. То есть, люди не все знают, что делать, стоит ли вот такого рода усилия делать. Мы можем сказать вот нашим опытом. Да, стоит. Да, стоит. И успехи будут большие. Спасибо. О разногласиях мы поговорим после короткой рекламы на РТР Молдова. Оставайтесь с нами. Мы вернулись в студию. Обсуждаем сегодня вопросы европейской интеграции, отношения Молдова с Европейским Союзом, с тремя послами трех стран Европейского Союза. Вы затронули, господин посол Сданюк, проблему разногласий. И я знаю, что и в Польше есть много евроскептиков. И был в Латвии, знаю, что не все довольны тем, что Латвия стала членом Европейского Союза. А сейчас, в контексте пандемии коронавируса, очень много говорится о том, что Европейский Союз не выдержит, не переживет этот кризис. Что тем более, имея примеры Брексита, начнется там пример Итал-Сит или еще что-то. Я отвечу, если можно, на ваш вопрос. Я немножко не согласен со словом евроскептики. Потому что оно предусматривает, что кто-то вообще против Евросоюза. Вообще как такого. Относится скептически. Скептически. Я так и не думаю. Я думаю, что, скорее всего, есть разговор, есть вопросы по поводу этого, какое должно быть разделение полномочий, разделение компетенций между, с одной стороны, Евросоюзом, с другой стороны, государствами, регионами и так далее. И тут, в этом, конечно, есть диалог, есть разные точки зрения. Есть, конечно, тоже разные политические партии. Есть левые, есть правые. И у каждого есть немножко другой, другая точка зрения. Есть тоже другие, скажем, исторические наследия. То есть, конечно, другая точка зрения у стран, которые только 30 лет назад смогли наконец-то стать свободными или добиться обратно своей независимости и строить свою судьбу иногда с нуля. А, конечно, другая точка зрения есть в странах, у которых эта возможность была уже давно, которые сначала могли присутствовать в этом процессе европейского, скажем, строительства. Поэтому тут просто существуют разные точки зрения. Но я хочу подчеркнуть, что, на мой взгляд, с одной стороны, конечно, Евросоюз свой облик меняет и менять будет за последних 15-20 лет. Сколько же договоров? Мастрихский договор, Амстердамский, Ницейский, Лиссабонский договор. Их было много и, наверное, еще будет. Но есть очень много, которые не меняются. А, во-первых, не меняется желание жить в пространстве свободного движения товаров, услуг, капитала, людей. И к этому люди привыкли. И это людям нравится. И, наверное, это никак не исчезнет. Более того, сегодняшний период, когда границы закрыты, он немножко окажется каким-то странным. Мы уже так привлекли к тому, Люди осознали, что им этого не хватает. Что хотелось бы, чтобы как можно быстрее границу вновь открыть. В принципе, для нас необходимо немножко посмотреть историю. Скажем, в 1990 году, как раз 4 мая, пару недель назад, Латвия приняла декларацию о возобновлении независимости. Это было после 50 лет советской оккупации. То есть, ну, режим, в принципе, скажем так, нелегальный, оккупационный. И, конечно, были вопросы, была дискуссия общественная на том, стоит ли опять из одного союза в другой союз. И это Евросоюз. Много разговора о том, что ограничивается суверенитет страны. Вот именно. Но как-то, как результат этой дискуссии между обществом, гражданскими организациями с одной стороны, и политиками, политическими партиями с другой стороны, все-таки пришли к выводу, что это действительно правильный путь, путь интеграции в евроатлантические структуры. И уже в 92-м году было принято стратегическое решение. И, что самое главное, это решение политики смогли и внедрить в жизнь. То есть, оставляя какие-то, может быть, побочные интересы в сторонку, но крепко и точно шли на эту цель. И, конечно, если смотреть и теперешнюю ситуацию с коронавирусом, есть много, скажем так, неприятных элементов к этому. Есть, конечно, вызовы насчет здравоохранения, будут, скорее всего, вызовы насчет социально-экономических последствий и так далее. Но мы уже видим, что Европейский Союз очень-очень глубоко и объемно помогает и странам, членам Евросоюза, и также своим партнерам, включая также и Молдову. Стоседии, да. Так что, я думаю, что разговоры о том, что Евросоюз не выдержит, ну, конечно, время покажет, но я не верю этому. Я думаю, что Евросоюз и сможет выдержать, и помочь хорошим образом и ближайшим партнерам. Мои коллеги очень хорошо подчеркнули, что эти разногласия или дискуссия, я бы назвал больше, они являются частью естественного процесса. Мы видим разногласные, острые споры между разными партиями внутри наших стран. И время от времени избиратель выбирает больше, скажем, или на левой партии, или на правой партии. На уровне Евросоюза мы тоже видим отражение этих дискуссий, скажем, если посмотреть динамику на Европарламенте, европейская нормальная партия уменьшила число депутатов, социалисты и особенно зеленые увеличили. Это тоже отражение глобальных процессов, отражение даже, скажем, волн каких-то популизма. Вот было недавно испытание для Европы волна огромной миграции. То есть это тоже вызвало некоторую реакцию, некоторые популистические партии на этом дивиденды зарабатывали. То есть и наши страны реагируют на внутренние и внешние какие-то раздражители, какие-то новые вызовы. И это отражается уже на уровне Евросоюза. То есть мы говорим об таком синхронном процессе развития. И как мой коллега из Польши Барселомей очень право заметил, мы являемся частью развития. Евросоюз развивается, весь мир развивается. И это мы не становимся слабее. Мы даже становимся степнее, потому ведет синхронизация разных процессов. Вы сказали о ваших странах, где в принципе дискуссия была при интеграции в Европейский Союз в 2004 году. Но согласитесь, тогда была совершенно другая конъюнктура, другая ситуация. И можно сказать, что условия для интеграции в ЕС были гораздо проще для стран Балтии, скажем, и для Польши, и для Румынии, и для Венгрии потом, чем для Молдовы или Балканских стран, которые сейчас обсуждаются. И вот как Молдове быть в этой ситуации? Вы сказали, что у вас было 78%, в Латвии наверное чуть меньше, но тоже был высокий процент. В Молдове вы знаете, что люди делятся по своим взглядам геополитикой или политический вектор развития страны примерно 50 на 50. Вот как сохранить единство нации, народа в этой ситуации, чтобы не разрывать общество, не разрывать страну, если хотите, по вот этим геополитическим взглядам. Как быть? Ну, во-первых, то, что сказали раньше, что все тут уже было сказано в самом начале, интерес, который вызвало празднование Дня Европы в этом году, доказывает, что есть желание у граждан Республики Молдова знать побольше. Я думаю, что еще вот в этом направлении можно немножко сделать. Часто встречаемся с разного рода вопросами, которые свидетельствуют об этом, что у людей есть интерес, но они просто по разным причинам еще не знают, им никто не объяснил, никто им не рассказал. Тогда давайте еще побольше будем обменять нашим опытом, показывать, что это на самом деле европейская интеграция и какие прибыли она приносит. И, конечно, тогда другим уже глазом человек смотрит на разного рода явления. Второе, что я бы хотел сказать, я думаю, что не надо считать Европейского Союза каким-то врагом кого-то, который направлен против кому-то. Да нет, Евросоюз приносит прибыль в разных областях, не только политическую прибыль, экономическую, социальную, экономическую, очень помогает развитию самоуправления местных уровней власти, гражданского общества, имея в виду инициативу, которая приходит не из, скажем, сверха, но снизу приходит. Все это надо так посмотреть, что Евросоюз никакой враг для кого-то в Республике Молдов. И у нас были же вопросы, и оказалось, что можно защищать свои интересы, можно и добиваться разного целей, так что все зависит от вас, как это, как использовать эту возможность. Продолжить мы своем дате, я уточню, вот политика, которую сейчас пытается проводить официальный Кишинев, и восток, и запад, сотрудничество с востоком и западом, насколько она может быть успешной и эффективной? Мы ни в коем случае не можем вмешиваться в ваши внутренние решения, то, что вы решаете, ваш народ выбирает партии, партия какой-то курс определяет, но мы больше можем личным примером показать, как люди живут, скажем, условно на востоке и у нас на западе. Вот чего достигла Польша, Литва, Эстония, будучи Евросоюзом, какой наш ВВП, даже можем похудить в Молдову, и 70% на запад, на Европу, и вы успешно используете возможности, которые дали вам ассоциирование членства, не членство договора по ассоциации, и зона всеобщей торговли Десептией, ваши бизнесмены очень успешно это используют, и возвращаясь к прежнему вопросу, именно бизнесмены, как группа лобби, лобби очень важный, в Европе все лоббисты, все продвигают свои интересы, вот те, которые имеют выгоду от Евросоюза, они должны показывать, куда им лучше, на восток или на запад, конечно, я должен согласиться, что страна выбирает любые, просто сейчас глобальный рынок, и даже не надо граничиться восток или запад, есть и юг, и север, так условно говоря, мы живем, но посмотрите, где, значит, или больше рост, скажем, как личным примером, ВВП Литвы или Латвии, на душ населения в сравнительных сценах, у нас 36 тысяч долларов на душ населения, у Латвии 35 тысяч, ну, это то же самое, в ПП сцены, и сейчас посмотрим в восточных странах, какой ППП, хотя у нас ни ресурсов нету, ни Латвии, Литой Эстонии, только, только, значит, мозги и человеческие ресурсы, то есть, Европа дает возможности, это прежде всего, как Бартламист сказал, 4 свободы, передвижение капитала, рабочие силы, технологии, инновации, от нас уезжают, но и к нам приезжают, мы привыкли десятки миллиардов инвестиций, гринфилд инвестиций на новые технологии, и мы надеемся, что Молдова так же поступит, а для этого надо тоже имидж страны, чтобы был привлекательный, понимаете? Да. Главное, чтобы, может быть, дополнить один элемент, это все, как говорится, если говорить насчет реформ, которые молдавские институции обязывались подписывать соглашение в ассоциации, все-таки это реформы не просто для каких-то реформ, а для пользы людей, и действительно, это люди, это простой человек, который может уже дальше почувствовать вот эти свободы, или в нашем случае единую валюту, и так далее. Спасибо. У нас еще одна короткая реклама на РТР Молдова. Оставайтесь с нами. Через несколько минут мы вернемся в эфир. Мы вернулись в студию. Господин Микус, вы сказали перед рекламой о том, как Молдова выполняет свои обязательства, взятые в том числе в рамках соглашения об ассоциации. Я знаю, что очень много претензий со стороны Брюсселя по вопросу расследования кражи миллиарда. И также парламент не принял почему-то закон об ужесточении наказания. Это является одним из условий для получения второго транша макрофинансовой помощи, ужесточения наказания за финансовое мошенничество. Сегодня президент Игорь Дедон сказал, что Молдова обратится к Латвии за помощью в расследовании, так как там были замешаны латвийские банки. Как вы расцениваете этот вопрос ко всем гостям? Ход расследования в Молдове вроде бы сейчас активизировалось, но о результатах мы говорить пока не можем. Я начну с того, что насколько мне известно, прокуратура и обеих стран уже достаточно тесно сотрудничают и это сотрудничество началось мы как посольство тоже помогли наладить и контакты и уже идти скажем так прямым контактом одному к другому, чтобы продвигаться на пути исследования и уже дальше принимать какие-то шаги. Так что скорее всего многое зависит от того, как быстро, как тесно молдавские институции уже дальше пойдут по этому сотрудничеству, но результаты конечно прогнозировать это очень трудно. На ваш взгляд делается достаточно? Есть шанс расследовать это дело и даже вернуть какие-то деньги? Я бы сказал, что это дело очень熱о для имиджа страны потому что не до конца доведено дело или не до конца внедренная реформа или какая-то политическая нестабильность банковская нестабильность от внешняя нестабильность отпугивает инвесторов технологии инвесторов задерживает у вас прекрасно деопресущее положение прекрасные возможности рядом порты schooling западные рынки восточные рынки и чтобы привлечь новую технологию к чтобы инвесторов Надо показать, что страна стабильная, справляется с задачами и до конца доводит дело. То есть, прежде всего, я вижу окончание дела о краже миллиарда для восстановления имиджа страны и доверия партнеров к Молдове. От нас очень много запросов из Литвы, от бизнесменов, от крупных инвесторов. Наши инвесторы пришли в ваш банковский сектор. Я должен похвылить Молдову в банковском секторе. Действительно, сейчас стабильность, очень стабильный банковский сектор. Больше 90% акций всего банковского сектора принадлежат уже западным партнерам. У вас хорошие рейтинги, поднялись свои рейтинги. И это действительно одни секторы, которые успокаивают. Но недоведенные дела как бы тудят. Как запрос из Литвы, а как политическая стабильность, а как дело кража миллиарда. То есть я это делаю, да видимо, это делаю с другого конца. Не с точки прокуратуры, скажем условно, а со стороны имиджа страны. Очень важно иметь сильный имидж страны, восстановить его. Безусловно так. Безусловно так, поскольку инвестор, когда думает, что делает со своими деньгами, он не только смотрит, что он может заработать, скажем, на данный момент, но тоже и в перспективе 5 лет, 10 лет, 15 лет. Если у него нет, если у него есть сомнения, не знает, что будет через 3 года, через 10 лет, может быть, будет работать пару лет и даже каких-то успехов он добьется. Но вдруг неожиданно все его имущество где-то пропадет. Тогда, конечно, он дважды или трижды подумает, пойти в данное направление или нет. Поэтому очень важно понять это, что настоящие деньги, они сейчас в международном капитале, в внешнем капитале, конечно, и внутренним таким же самым образом. И пока нет условий, которые предсказуемы и которые равны для всех. Нету, что одни есть, у которых равные, но одни, которые сравнее. Тогда все бесполезно. Тут вряд ли говорим о каких-нибудь реформах, потому что люди чувствуют, людей не обманишь, люди чувствуют, что что-то не так. И поэтому это на благо людей и народа. Увидим, как можно... Вопрос такой я бы задал. Сколько предприятий мы смогли привлечь в страну? Сколько инвестиций, сколько новых заводов, сколько новых рабочих мест? Это, на мой взгляд, является главным ответом на наши вопросы. Правильно мы это делаем или нет. И раз еще, наш опыт доказывает, что пошли в правильное направление, что пришли очень большие инвестиции. И наши, конечно, и международные, и с Европы, и с других регионов Северной Америки. Поэтому думаю, что об этом надо думать. Может быть, поменьше узкий интерес определенных людей, а побольше интерес нас всех, страны, народа, как и всего региона. Потому что я еще одно хочу подчеркнуть. Нельзя сказать, что есть одна страна, другая. И как бы мы равнодушны к тому, что в других странах происходит. Мы так просто смотрим, и нам как бы все равно, хорошо или плохо, или все быстро развивается, или медленно. Нет, нет. Успехы одной страны отражаются положительно и на состоянии других стран в данном регионе. Поэтому будущее Республики Молдова, конечно, имеет значение и для нас. И поэтому мы поддерживаем все реформы, поскольку и они способствуют нашему развитию, укреплению нашей предсказуемости, нашей привлекательности для всякого рода партнеров. И то, что Вы сказали, нынешняя ситуация пандемии коронавируса показала, насколько на самом деле мир маленький, интегрирован. Потому что то, что нам казалось, что этот вирус от нас далеко, сначала где-то в Китае, потом где-то в Италии, потом еще где-то, показалось, что он у нас, он рядом, и он затронул всех нас. Вы пережили этот очень сложный период, еще мы его переживаем, в Молдове. На Ваш взгляд, как Молдова справилась? Мы, конечно, очень благодарны за помощь, которую оказывали ваши страны. И Польша, я знаю, что на местах и в Единце отвозили, и Латвия. И вчера прилетел самолет из Литвы с помощью. Что нужно еще сделать, исходя из опыта ваших стран, может быть? Это очень такой трудный вопрос, потому что ситуации в странах, очевидно, очень-очень разные. К примеру, в Латвии нам, скорее всего, удалось, ну так, релативно, относительно хорошо... Управлять ситуацией. Управлять ситуацией насчет вируса, и число инфекционных персон не такое большое, чуть меньше тысячи, что хорошие показатели на уровне Евросоюза. Опять, нам помогло, может быть, комбинация двух факторов. Один фактор – это нацеленные и ранние решения правительства. Что делать, как сделать этот баланс между тем, чтобы позволить все-таки экономическим агентам работать в меру возможностей, и, скажем так, беречь людей и здоровь людей. Это одна сторона. И вторая сторона – коммуникация с людьми и солидарность общества, соблюдая вот эти решения, эти необходимые дистанции и все такое. То есть, на наш взгляд, эта комбинация очень помогла. Что хочу подчеркнуть, в Латвии у нас есть несколько очень хороших медицинских специалистов, эпидемиологов, и они выходят в публику, участвуют в пресс-конференциях и дают, скажем, взгляд со своей точки зрения. И люди очень, скажем так, слушаются их, и это тоже помогает якобы всем вместе. Эту ситуацию наладить и управлять вот таким хорошим и успешным образом. Естественно, парадоксально, в Латвии и в Литве очень маленькое число зараженных новым вирусом. Сейчас в Литве выявляется по 5-6 случаев в день, и даже бывает, что и меньше, несмотря на интенсивное тестирование. Это, как уже было упомянуто, наверное, и традиции разные, и разные меры предосторожности были приняты. Прежде всего, сознательность, население очень важно. Насше население очень эффективно отреагировало. Превентивные меры, значит, изоляция, самоизоляция. Дисциплинированно. Дисциплинированность – это очень важно. То есть никакие меры принесли не помочь, если граждане не поймут, что маска нужна, значит, надо одевать. То есть то, что надо, надо делать. Сознательность населения – это очень важный фактор, я думаю. С другой стороны, мы смотрим будущее и на тот негативный фактор, который оказывает вирус на бизнес. И именно поэтому, что в Литве, Латвии и Эстонии очень маленькая заражаемость вирусом, то есть маленькое число, очень маленькая смертность, мы пошли дальше, мы открыли границы. Между Литвой и Эстонией сейчас нет уже этих временных граничений. Ограничений нет. Полностью свободное такое вот пространство, балтийское пространство, где можно свободно передвещаться, нет никакой граничной контроля. Но Финляндию, Швецию… Там другой уровень. Между Литвой и Польшей уже граница открыта, тоже я радуюсь этому. То есть, да, на самом деле, как тут было сказано, можно, конечно, принять любой закон. Но, во-первых, это мы сами и это мы все должны вести себя ответственно. Оказывается, что тут никакого, скажем, героя нету, как говорится. Вирус ко всем нам может прийти. Поэтому есть первый вопрос, первый момент, как ведутся люди. Мы все, несмотря на возраст, несмотря на то, кто где живет, в городах, в селах и так далее. Ну, конечно, есть еще вопрос работы медицинской системы, оборудования доступного. Поэтому мы пришли с помощью, кстати, весь Евросоюз как такой. Тут же очень большие деньги, были выделены 87 миллионов сразу с разных проектов. Новая макрофинансовая помощь 100 миллионов евро. Там еще 130 миллионов евро на все страны Восточного партнерства. А так тут пришли деньги, скажем, на уровне Евросоюза. Ну, и тоже на уровне разных стран. Но это, раз еще скажу, какая-то помощь, но сам вид работы, он должен определиться тут, исходя из существенного положения. Поэтому, на самом деле, о чем тут идет речь? Раз еще возвращаемся к этому, о укреплении государства. Государство, оно крепкое не тогда, когда пугает других, но когда эффективно работает. И давайте поставим вопрос, мы все тут, что можем сделать вместе, в том числе и международные партнеры, чтобы укрепить, увеличить эту эффективность государства? Технически, если вопрос о деньгах, о техническом снабжении всякого рода инструментами, типа маска или комбинезон, конечно, тут, конечно, помочь можем. Но, что касается вида работы определенных, скажем, на сей государства, тогда, конечно, тут есть страна независимая, есть зрелое общество. Так вот, надо задать себе вопрос, что делать. А, конечно, другой, другого рода вопросы касаются того, что будет в будущем. Как будет глобальная экономика развиваться, какой будет, скажем, облик продукции. За последние годы мы наблюдали какой-то трансфер, так можно сказать, продукции в разные далекие углы мира, особенно на Дальний Восток. Видно сейчас, что и в Европе должен быть тоже какая-то инфраструктура продукции, иначе кажется, что мы употребляем, у нас деньги есть, но как привезти продукцию сюда? Вот это вызывает ряд разных вопросов, и я убежден, что мы лишь в начале серьезной дискуссии на эту тему. Как, на Ваш взгляд, последствия пандемии коронавируса, из которой мы еще не выбрались, скажутся на отношения между странами, на развитие туризма, на поездки, межличностные отношения? Не получится ли, что некоторые страны захотят закрыться, не разрешать отменить то же Шенгенское соглашение или соглашение о либерализации визового режима, которое было подписано в том числе с Молдовой? Я думаю, что отношение между людьми и также необходимость личного общения никуда не пропадет. Это все будет и будет развиваться. В то же время, конечно, все эти дигитальные возможности, онлайн и так далее, они тоже развиваются, и, скорее всего, будущее – это комбинация, как говорится, онлайна и личных общений. И то же самое, я думаю, можно и говорить насчет отношений между странами. Конечно, страны будут сотрудничать. Это, скажем так, экономика построена так, что это, в принципе, база сотрудничества, это сотрудничество между странами. Ни одна страна, скорее всего, не может просто дать себе всю необходимую продукцию, чтобы проживать вот как... Самоизолироваться. Это нереально. То есть я вижу будущее оптимистически. В то же время, конечно, будут определенные изменения. И, скорее всего, выиграют те, которые смогут более гибко, более эластично уже адаптироваться к новым ситуациям. Я бы сказал очень хорошо, Бартламин сказал, что мы думаем не только о себе, Евросоюз, да, но мы думаем о своих восточных партнерах, и для огромной суммы, для помощи для Молдовы, для других восточных партнеров. То есть эта пандемия, она дала нам возможность, как бы не парадоксально, быть ближе друг к другу. Солидарность – это, наверное, базовое слово, которое всегда звучит. Мы не думали, Европа не думала, несмотря на эти фейк-ньюс, которые появились на Европу, что Европа сейчас разделена, на каждое себе, наоборот. Европа и внутри показала, было выдано 2 триллиона евро на помощь для смягчения, смягчения последствий вируса для бизнеса. Но мы выделяем и для своих партнеров, для Молдовы, для восточных партнерств. То есть уже новый процесс пошел, что мы, наоборот, стали ближе, а не раздерены. Конечно, с другой стороны, может быть, мы подойдем к новым форумам обещения. Мне очень часто приходилось бывать, скажем, в восточных странах, Япония, Китай, этот регион. И там постоянно ты видишь, что в метро, в магазинах люди в масках. В масках, да. Ну, может быть, эта культура и до нас дойдет, потому что действительно сейчас глобализация, и это вирус распространяется. И уже 20 лет пишут, что коронавирусы мутируют. Это много дизертаций было в 60-80 годах про коронавирус. Это не что новое, это уже третья-четвертая волна разных коронавирусов. И то, что ведет процесс глобализации, мы должны быть готовы к каким-то новым формам общения, может быть, к превентивным нормам. Но это вирусологи ответят. А я могу сказать, что мы стали ближе. Действительно, Молдова, Евросоюз, мы стали ближе. Я бы еще добавил, что мы соображаем прекрасно, что это значит, как давно вернулись границы. Вот мы же прекрасно помним, когда нам, чтобы выехать за границу, надо было получить визу, паспорт и так далее. В Шенгене, в котором частью мы являемся, можно свободно кататься. И я дам один пример. Вот на польской чешской границе есть такой момент. Есть река Ольза. И там вот после того, когда граница была закрыта, на чешской стороне повисли очень большой баннер с написью «Поляк, я за тобой скучаю». С нашей стороны вдруг на следующий день поставили «Чех, и я за тобой скучаю». И это показывает, что когда границы открыты, когда люди познакомились друг с другом, когда вместе делают бизнес, когда общаются, когда путешествуют, тогда есть это желание. Конечно, какой облик сейчас приобретит наши контакты в будущем. Туризм особенно. Конечно, в этом году международного туризма вряд ли будем наблюдать в больших цифрах. Наверное, скорее всего, внутренний туризм. Но это тоже несет интересную пользу. Потому что очень часто бывает так, что мы путешествуем, а может быть, и с своей стороны не знаем. Наверное, все ограничения временные. В этом году будет немножко по-другому. Но надо будет, конечно, выдвинуть определенные уроки и задать себе вопрос, что делать. Может быть, да, что надо будет гулять в масках. Может быть, надо будет к этому привыкнуть. Хотя, не знаю, если это нам понравится. Спасибо. Спасибо за участие в сегодняшней передаче. Это все, что я успел обсудить. Я хотел еще об экономике поговорить, о двухсторонних отношениях, о торговых отношениях. Но я надеюсь, что не последний раз мы встречаемся. Спасибо за участие в передаче. Уважаемые телезрители, это была «Пятница» с Анатолием Голе. Всего вам доброго. До встречи в «Пятницу». Субтитры создавал DimaTorzok